Доброе утро, дорогие ребята! Мы продолжаем онлайн-подготовку к обязательному государственному экзамену в девятом классе. Мы сегодня поговорим об итоговой аттестации в девятом классе по русскому языку. В этом году, как вы знаете, произошли изменения. И, конечно, невозможно охватить все темы задания ОГЭ, поэтому цель нашего занятия — затронуть наиболее сложные вопросы, напомнить о требованиях к некоторым видам работы. В первой части нашего занятия мы с вами поговорим о сжатом изложении. Посмотрим наиболее сложные вопросы тестов. Итак, структура экзаменационной работы. Она не изменилась. Первая часть — это написание сжатого изложения по прослушанному тексту. Вторая часть — выполнение заданий с кратким ответом на основе прочитанного художественного или публицистического текста. А третья часть — это выполнение одного из трех творческих заданий на основе того же прочитанного художественного или публицистического текста. Вторая и третья части выполняются на основе одного и того же текста. Итак, сжатое изложение. Это один из самых сложных видов работы. Давайте разберемся, почему. Во-первых, мы проводим сразу два вида работы — содержательную обработку прослушанного текста и языковую обработку прослушанного текста. Что это значит? Мы одновременно должны провести два вида работы. Слушая, мы должны выделить основные микротемы текста и обязательно выделить главное в каждой микротеме. Я напомню, что такое микротема. Это тема каждой смысловой части текста, которая обозначает часть общей темы. Конечно же, мы должны определить тип речи. Это очень важно. Понять особенности структуры текста и, конечно, видеть логику развития текста. А вот дальше, после того, как мы с вами прослушали и выявили главное в этом тексте, мы должны с вами изложить его на бумаге. И здесь мы уже проводим с вами языковую обработку текста. Используем различные синтаксические конструкции, языковые средства для того, чтобы сжато и адекватно передать на письме информацию каждой микротемы. Опять-таки, сохраняя тип речи, исследуя авторской логики. По сути, говоря о языковых приемах, я, конечно же, напомню вам, и вы все это знаете, основные три приема компрессии текста. Это исключение второстепенной информации, обобщение и упрощение. Если мы говорим с вами об этих приемах сжатия, то, конечно же, мы помним, что относится к исключению. Я не буду подробно разбирать. Все это вы отрабатывали со своим учителем. Это, конечно же, всевозможные исключения повторов, каких-то синонимов. То есть мы убираем с вами второстепенную информацию, не главную. Это очень важно. Ну, посмотрите, пожалуйста. Я предлагаю вам посмотреть первый абзац изложения, которое вы писали в тренировочной диагностической работе в этом году. Наиболее сложно сжимать, без сомнения, те абзацы, которые состоят из одного из двух предложений. Вот в данном вам изложении первый абзац состоял всего лишь навсего из двух предложений. Историзмы, слова и словосочетания, которые обозначали существовавшие когда-то предметы и явления реальной жизни. Например, крепостной, смерть, юнкер. Ушли в прошлое предметы, вышли из употребления слова. В основном многие из вас написали дословно данный абзац, тем самым не выполнив одно из требований, не применили приемы сжатия, что необходимо для выполнения второго критерия изложения. Что здесь можно было сделать? Конечно же, нужно было убирать примеры, которые приведены. Например, крепостной, смерть и юнкер. Нужно было применить прием исключение, оставив основную информацию, что такое историзмы и, собственно, пояснить, что ушли в прошлое предметы, вышли из употребления слова. Если мы говорим об обобщении, то, конечно же, это прежде всего замена ряда однородных членов предложения каким-то обобщающим наименованием, теми же самыми определительными, отрицательными местоимениями с обобщающим значением. Ну вот, посмотрите, бульвар тонул в опавшей листве, желтой, красной, мраморной листве берез и осин. Можно легко заменить бульвар тонул в пестрой листве. Посмотрите, как сокращается наш текст. Ну и, наконец, упрощение. Это замена предложения и его части указательными местоимениями. Когда мы из сложного предложения, конструируем простое предложение, опять-таки упрощая. Я много и долго готовился, чтобы поступить на факультет, о котором мечтал. Посмотрите, предложение состоит из трех предикативных частей. Это сложное предложение с последовательным подчинением, а мы можем сказать, обобщить или упростить эту конструкцию, просто сказав. Я много и долго готовился к поступлению. Вот так работают приемы сжатия, которые нам необходимо с вами в обязательном порядке применить. Итак, вот от этих умений, о которых я сейчас вам сказала или напомнила, правильнее, наверное, сказать, зависит, какой балл мы получим за изложение. Я напомню, два балла мы получаем в том случае, если передаем главную информацию, все микротемы текста. Хочется сразу же здесь вам сказать, конечно же, традиционно мы должны с вами помнить, что работаем уже несколько лет с текстами, в которых всего лишь навсего три микротемы. Вот об этом нужно помнить. Не четыре, не пять, а три микротемы, как правило, будет в нашем тексте. Далее, три балла мы с вами получаем, если применяем один или несколько приемов сжатия в каждой из микротем. И, наконец, два балла мы получаем, если следуем авторской логике и не нарушаем абзацного членения. Таким образом, максимально за изложение мы можем получить семь баллов. Как же, в общем-то, нужно работать с изложением? Многие из вас допускают ошибки, стараясь при первом же чтении написать дословно, слово в слово, все, что вы слышите. Но это приводит к тому, что вы не успеваете все записать и упускаете основное, главное. Итак, перед вами задание. То же задание вы услышите, когда вам будут читать текст. Не старайтесь записать весь текст. Не упускайте главное. Внимательно слушайте, определяйте тему текста, выписывайте ключевые слова и предложения. Вот то, что мы с вами получим, это основа для работы во время второго прослушивания текста. А всего вы будете слушать два раза. Я предлагаю вам сейчас на той стороне экрана вооружиться ручкой, взять листочек и поработать с текстом. Я поставлю вам текст. А вас прошу выписать ключевые слова и попробовать определить все микротемы текста. Сибирь живет своей неведомой остальной России жизнью. Помещиков здесь нет, потому и усадеб по дороге не встречается. Не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов. Единственное, что по пути напоминает о человеке, это верстовые столбы, подсказывающие расстояние. Даже говорят в Сибири не так, как везде. Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят. Путешественники не едут, а бегут. Спрашивают, куда, ваше благородие, бежишь? Это значит, куда едешь? А если нужно, чтоб тебя, кто услышал, так нужно пореветь. Реветь здесь значит и кричать от боли, и плакать, и звать на помощь. Потому и говорят, что в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи, и мыши. Попалась кошки и ревет. Да и нравы здесь чудесные, традиции добрые. По всему тракту не слышно, чтоб у проезжего что-нибудь украли. Я глубоко убежден, что если бы я обронил в воске деньги, то нашедший их вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник. О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. Не слышно про них. А первый встречный всегда готов помочь. Если не словом, то делом. Итак, мы послушали с вами текст Антона Павловича Чехова. Перед нами путевой очерк. И да, это первое изменение, которое произошло в этом году. Ирина Петровна Цибулько на одном из вебинаров озвучила, что будет меняться жанровая тематика, жанровые особенности текста. Перед нами уже будут не публицистические какие-то статьи, а будут предлагать нам путевые очерки, мемуары, какие-то дневники. И я думаю, что это будет тоже интересно, увлекательно и может быть даже в какой-то мере проще. Хотя тексты тоже бывают разные. Итак, мы послушали с вами тексты. Я думаю, что вы легко определили тему этого текста. В этом тексте говорится о Сибири. В каждой из микротем указано слово Сибирь. В третьей микротеме заменено слово Сибирь наречием здесь. И не только о Сибири, а об особенностях этого края, которые заприметил автор. Что же у нас получилось? У вас, по сути, должно получиться следующее. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли вы выделили микротемы. Проверьте свою работу. Итак, Сибирь – неведомая жизнь. Не встречаются помещики, усадьбы, напоминают о человеке верстовые столбы. Вторая микротема. Говорят не так. Реветь и плакать, и звать на помощь. Приводится один из примеров. Нравы чудесные, традиции добрые не крадут. Первый встречный готов помочь. Если не словом, то делом мы с вами помним. Посмотрите, таким образом у нас получается с вами три микротемы. Вот основные ключевые слова словосочетания. Вот эта основа, которая получается у вас после первого чтения и во время второго прослушивания текста вы добавляете, распространяете эти ключевые слова, словосочетания и выстраиваете логику автора, работаете с грамматикой, синтаксическими конструкциями, и у вас получается текст. И как же, собственно, проверить, что вы нашли главные мысли каждого абзаца? Очень просто. Вот если вы прочитаете то, что у вас получилось, то должен получиться у вас маленький текст. У нас такой текст с вами получился. Посмотрите, в первой части говорится об отдаленности Сибири, что Сибирь отдалена от России. Здесь не встречаются помещики, усадьбы, а человеки напоминают верстовые столбы и говорят здесь не так, как везде. Во второй части говорится об особенностях говора этого края. А в третьей части говорится о нравах, что нравы чудесные, традиции добрые. Таким образом, у нас получается небольшой текст. А вот если вы не видите, что текст у вас получился, значит, что-то не хватает, значит, вы что-то упустили. И слушайте внимательнее при втором прочтении. Вот именно для такой работы вам отводится время между первым и вторым прослушиванием. Вырабатывайте свою систему сокращения. То, что вы хорошо знаете, то, что вам поможет также при... для того... поможет в том, чтобы записать эти ключевые слова, основные, главные фразы. Итак, у нас должны получиться три микротемы, которые передают тему, затронутую автору. Основная ошибка, которую вы допускаете, ребята. Вы ориентируетесь именно на интонационную особенность текста. Но не забывайте, принцип у нас, первый принцип пунктуации, первый принцип синтаксический — это смысловой. Поэтому необходимо, чтобы вот ваше это чутье какое-то, интонационное чутье, на которое вы полагаетесь, совпадало со смыслом с микротемами текста. Это тоже очень важно. И вот таким образом у нас должен получиться вот такой вот текст — сжатое изложение. Итак, давайте подведем итог. Я хочу остановиться на некоторых важных моментах, напомнить, что наше изложение должно быть не менее 70 слов. В нашем изложении, как правило, три абзаца, три микротемы. Не четыре, не пять, а три микротемы. После того, как ты написал, обязательно прочитай написанное. Проверь свою орфографию-пунктуацию, и в этом вам поможет словарь, потому что в девятом классе вы можете свободно пользоваться орфографическим словарем. И, конечно же, пишите аккуратно, разборчиво. Ну и, конечно, вы можете обратиться к сайтам-помощникам. Прежде всего, я ориентирую вас на сайт FIPI. Это обширный сайт, который обладает вот всей документацией, и он поможет получить дельный совет. Прежде всего, здесь есть открытая база данных заданий, которые вам будут встречаться на экзамене. И если мы говорим об изложении, то на этом сайте вы увидите, по-моему, 42 изложения, и вы можете потренироваться и научиться это делать хорошо. Сайт «Решу ОГЭ». Узконаправленный сайт, и я думаю, каждый из вас, конечно же, хоть раз, но заходил на этот сайт. И здесь вы можете найти материал для каждого предмета, прорешать отдельные задания и также варианты. И, конечно же, сайт «Незнайка», который тоже предлагает нам варианты в формате ОГЭ, и здесь есть возможность вывести их на печать. Ну а вот это все, что я хотела вам напомнить об изложении. Ну а далее мы с вами будем говорить о сложных вопросах теста. Итак, ребята, я хотела бы еще остановиться на сложных заданиях тестовой части. Произошли по сравнению с 2019 годом значительные изменения. Во-первых, тестовую часть сократили, и нам предложили несколько разных видов анализа. Я остановлюсь на двух из них, которые, как мне кажется, наиболее сложные. Это синтаксический анализ и орфографический. Итак, синтаксический анализ. Посмотрите, пожалуйста, в версии 2019 года у нас было несколько заданий, где мы работали с вами с предложением, в которых мы работали с вами с предложениями различными, простыми, сложными, искали грамматическую основу. И вот все эти задания, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, они теперь объединены у нас в одном задании, которое называется синтаксический анализ. Итак, что такое анализ? В словаре Ушакова мне показалось наиболее удачной для той работы, которую предстоит нам с вами сделать. Анализ — это разбор, исследование отдельных частей предмета для суждения о целом. По сути, этим мы с вами и будем заниматься. Разбирать синтаксические конструкции, исследовать отдельные слова для того, чтобы понять, есть ли здесь такая ошибка или нет. Итак, посмотрите, вот как выглядит это задание. Нам дан текст, как правило, 5 предложений и даны варианты ответов. Нам нужно записать эти варианты ответов. Итак, записать только верные варианты. Предложение первое — сложно сочиненное. Предложение второе — осложнено обособленным согласованным определением. Предложение третье — четыре грамматические основы. Сказуемое в предложении четвертом составное — глагольное. Грамматическая основа в предложении пятом — нравственность оказывается подчинена. И мы видим, насколько обширной теперь эта тема, насколько серьезной должна быть подготовка. Что, конечно же, как здесь нужно работать? Работать нужно, несомненно, на мой взгляд, следующим образом. Проводить первую работу, анализ текста. И я предлагаю вам выделить грамматическую основу в каждой из пяти предложений. У вас предостаточно времени для этого будет, но это облегчит вам задачу. Вы сразу увидите, какие предложения у вас простые, какие сложные. Увидите, какая у вас грамматическая основа. А далее мы начинаем с вами очень подробно читать задания и анализировать данные нам предложения. Например, первое предложение мы читаем, что оно сложно сочиненное, но выделив грамматическую основу, мы видим, что оно простое, осложнено однородными членами предложения. Значит, это задание неверное. Посмотрев второе задание, второе предложение, мы видим, что здесь не обособленное определение, а обособленное обстоятельство. Значит, это предложение неверное. Если мы посмотрим с вами третье предложение, здесь указано, что оно содержит четыре грамматические основы. В предложении три-четыре грамматические основы. Они должны признать и осудить, общество выдает, оно объявляет дурным. И мы видим, что три грамматические основы, схему этого предложения, мы видим, что тоже неверно. Четвертое предложение, сказуемое в четвертом предложении составное глагольное. Пытаются подавлять. Глагол, вспомогательный глагол, который обозначает начало действия. И инфинитив. Безусловно, перед нами составное глагольное сказуемое. И, наконец, пятое предложение. В результате нравственность человека оказывается подчинена требованиям масс, а грамматическая основа – нравственность оказывается подчинена. Безусловно, это составное именное сказуемое, и это тоже утверждение верное. Поэтому мы с вами видим, что правильный ответ у нас 4 и 5. Вот я все-таки настаиваю на том, что предварительно мы должны с вами сделать такую работу – выделить грамматическую основу, которая помогла бы нам как минимум сразу же в первом задании и, собственно, в третьем задании. Ну и что мы должны помнить, выполняя эту работу? Синтаксический анализ. Во-первых, здесь несколько ответов. Один правильный ответ быть не может. Здесь 2-3 ответа. Нужно читать внимательно формулировку задания. И, конечно же, в тексте нужно идти от простого к сложному. Вообще я советую вам при подготовке идти вот к этому заданию от простого к сложному. От подлежащего и к сказуемому обязательно нужно вспомнить, что такое подлежащее, что такое сказуемое, какие виды сказуемых бывают. Простое предложение – что оно бывает осложненным, чем оно бывает осложненным. Несомненно, нужно вспомнить, что такое обособленное определение, обособленные обстоятельства, и однородные члены предложения, и обращения. А дальше мы уже переходим к сложному предложению, знать все виды сложного предложения, виды подчинения. Вот все эти темы, они включены теперь в синтаксический анализ. Можно еще обратиться к орфографическому анализу. Посмотрите, пожалуйста, ребята. В девятнадцатом году у нас было всего лишь два вопроса. По орфографии очень легкие, не вызывали затруднения, и насколько усложнилось у нас теперь это задание. Включены все темы по орфографии, начиная с первого по седьмой класс, где мы заканчиваем работать с орфографией. Итак, задание выглядит так. Орфографический анализ, и нам нужно найти верное объяснение написания слова. Посмотрите, пожалуйста, я выделила специально. Опять-таки Ирина Петровна Цибулько говорила о том, что не будет другой формулировки. Мы ищем только верное объяснение, варианты ответов. То есть опять их будет несколько, два или три. Не может быть одного правильного ответа. И ошибки, которые нам предлагают, они самые разные. Посмотрите, это ошибка в формулировках правил. Это ошибка в определении части речи анализируемого слова. Это ошибка в определении лексического значения слова. В определении структуры слова. ошибка в определении грамматических признаков слова. Ошибки в характеристиках звуков речи и функций звуков. Ошибка в замене условий выбора гласных в корнях с чередованием. И, наконец, эти ошибки, они могут еще и совмещаться. Их может быть и несколько. Как я предлагаю работать? Предлагаю работать, прежде всего, таким образом. Я думаю, что все знают игру верно-неверно. Вот мы, конечно, не говорим об игре, но каждое слово мы должны проверять на правильность. Итак, циркуль в корне слова. Посмотрим, корень. Да, здесь есть эта орфограмма, она в корне. Буква И обозначает мягкость предшествующего согласного. Так ли это на самом деле? Мы помним, откуда возникла эта орфограмма. Это сочетание ци, как правило, встречается в иноязычных словах. Цитрус, цирк, цивилизация, цитата. И вот написание этой И идет традиционно от сочетания тех букв, которые были первоначально в этих словах латинского, например, происхождения, как слово цитата. А в наших, исконно русских, сохраняется все-таки И, потому что Ц у нас твердая буква, твердый звук. И вот написание с ЦИ у нас ушло с вами в исключение. Цыган подошел к цыпленку на цыпочках и цикнул ЦИЦ. Поэтому, конечно же, здесь И не обозначает мягкость. Это неверно. Или преградить путь. Написание приставки. Да, здесь есть приставка определяется ее значением. Да, при-при в правописании этой приставки заложен семантический принцип орфографии. Близким к значению приставки перри. Преградить, перегородить. Безусловно. И вот так нужно проанализировать каждое из этих слов. Поэтому орфографический анализ, ребята, требует не менее столько же усилий, сколько и синтаксический, и пунктационный анализ. Требует знание орфографических правил. Вообще здесь, я считаю, триединая цель. Это знать состав слова, знать правила, анализировать каждое слово. Итак, ребята, вот таким образом, анализируя каждое слово, мы должны выполнять эту работу. Эта работа сложная. И здесь, я думаю, мы должны ставить перед собой триединную цель. Определять морфему, часть слова, где находится орфограмма. Очень хорошо ориентироваться в частях речи, понимать части речи и, конечно же, знать правила. Вот от этого зависит успех выполнения орфографического анализа. Итак, ребята, мы сегодня в первой части нашего занятия поговорили об изложении и затронули всего лишь навсего два вида анализа тестовой части — орфографический и синтаксический анализы. Мы только наметили пути решения работы с этими заданиями. Ну а отрабатывать, погружаться уже в эти темы предстоит вам.